Здравствуйте, дорогие мои зрители! С вами Любовь Овченникова. Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы в гостях у Анны Шишковой, итальянский дизайнер с питерскими корнями. Привез свою именную коллекцию в Санкт-Петербург. Ну что, Анна, давайте посмотрим, что у вас за коллекция. Расскажите о себе в двух словах. Я Анна Шишкова, дизайнер из Милана с русскими корнями в Санкт-Петербурге. Меня так и называют питерский дизайнер в Милане. Ну, мы вас категорически приветствуем, а сейчас мы будем смотреть и, конечно же, примерять! Так, итак, обратите внимание, пожалуйста, на Любовь мы надели платье, такой вот тончайшей просто ткани. Оп, Анна, расскажите, пожалуйста, детально, что это за вещь сумасшедшая? Мы называем ее легкая паутинка. Это дополнительная деталь на любые образы. То есть, такой мы образ хотим создать, мы его можем создать от романтического до кэшел, до гранжа. В зависимости, что мы хотим получить в итоге, какой лук мы хотим получить в итоге. И вот, посмотрите, то есть я пришла, у меня водолазка на мне и брюки палацца. Мы просто надели вот эту паутинку и, посмотрите, совершенно другой образ получился, да? Да. Совершенно. И мы совершенно сейчас спокойно просто наделем рубашку и покажем, как по-другому эта паутинка выйдет. Смотри, она очень украшает. Настя, как тебе? Супер, супер! Сейчас надо на белую рубашку, чтобы зрители увидели контраст. Да, увидим контраст. Ну что, на подиуме у нас белая рубашка? Белая рубашка, ее величество. Ну, эта белая рубашка не просто белая рубашка, она оформлена высокой стойкой, с небольшой рюшей. Также высокий манжет, также с небольшой рюшей. И это не просто поплин, а это дуиль от Альбини. Это очень высокое качество хлопка. Рубашки все производятся на фабрике высокой моды артиджанале по рубашкам. Поэтому здесь это шьется только профессионалами, кто отшивает рубашки Милана. А сейчас мы на эту рубашку наденем сеточку. Да. Сеточку. Настенька. Итак, вуаля. Ну, наша паутинка совсем по-другому смотрится в другом образе. На белой рубашке, конечно, это создает контраст, и мы видим полностью траму этой паутинки, как она создана, как она сплетена. И белая рубашка и черные брюки из классического образа перерастают в такой немножко гранш-романтик, скажем мы, вот так можем назвать по-итальянски. Смотрится обалденно. Очень надеюсь, что камера передаст все это величие этой паутинки, которая по-другому абсолютно скрашивает образ. Да. Итак, следующее у нас изделие из коллекции. Это напыление это или ткань? Анна, расскажите. Это чистый шок с золотым напылением люлекса. В принте анимальер, как его называют, змеиный, питоновый. Это рубашка оверсайз, необычного кроя. Ее можно употребить и как рубашку, и как жакет. То есть это может быть дополнительно к очень многим образом уже в вашем гардеробе. Вот. Вот так мы завязываем. Слегка опускаем, переносим. Вот у нас такой плавный жакет. Прекрасно ложится на, даже на джинсах. Это будет смотреться очень круто. Аксессуаром обязательно мы обыгрываем, потому что вы тогда заключите все компоненты в образе. Поэтому у вас будет просто завершенный образ. Ну и летящий такой. Да, естественно. Супер, очень красиво. Надеюсь, экран передаст эту роскошь. Так, на Наталью у нас следующий образ представлен. Брюки-палаццо и такая шикарная, свободного кроя рубаха. Анна, расскажите детально, пожалуйста. Ну, основа, естественно, это спокойная классическая рубашка. Просто мы разместили на ней по-разному, по диагонали, по горизонтали. Мы разместили, естественно, полосочку. И добавили вот такой элемент легкости, воздушности. Здесь идет как бы двойная на подкладке ткань. Поэтому создает вот этот эффект. Повернитесь, пожалуйста, покажите спинку. То есть удлиненная кокетка, которая плавно перераскивает в юбку. Это можно надеть не только с брюками-палаццо. Это можно надеть с обычными брюками. Переворачиваемся. А также мы это можем надеть, вот как представлено сейчас, мы можем надеть, кто не стесняется, красивых своих ног. Летом, с кедами, как платье-рубашка. Отлично. Наталья, хорошо себя чувствуете? Супер. Супер. Так, ну что. Супер вещь, которую мы сейчас вам покажем. Которая в наши питерские погоды вообще идеальный вариант. Анна? Да, это кожа. Стэлла Маккарни. Могу сроку почтить. Внутри идет шелковый подклад такого же оттенка, лилового. У нас ее можно назвать еще глициния. Она очень мягкая, нежная, как вторая кожа, как лайковая кожа. Многие ее путают даже с кожей лайковой. Но это мастер, как парка, которая выручит тебя во многих образах. Ее можно замочить. Естественно, замок у нас всегда двойной. Очень удобно. Ой, как платье ее можно, мне кажется, делать. Можно как платье. То есть, да, но в основном ее носит как жильки, парка на платье, на юбке, на комплекте. То есть ее можно обобрать очень хорошо в разных образах. И у нас еще есть один вариант. Да, но это совершенно противоположная парка, хотя вроде они похожи. Такая нежная. Это ветровка. Это, как я называю, дождевичок ветровка. Да, вообще невесомый. Пыльник? Нет. Пыльник немножко другой из подкани. И туша это двойной замочек, да? Да, обязательно. И небольшие элементы. Также сзади у нас красивая шличка. Внизу мы можем сделать сборочку. Кому как нравится, можно сборку сделать и выше. У нас просто модель, она немножко ниже роста. Для нее мы должны сделать эту парку на другой рост. Также мы повернемся, у нас там есть и шлица, с которой мы можем поиграть. Мы ее можем развязать, можем ее стянуть. Это уже как кто хочет. И элемент здесь паркию, немножко фривольности романтической. Вот этот самый воротничок, стоечка, который небольшими складочками заложен. Супер, супер. Очень актуальная вещь, чей у нас весна-осень. Вообще идеальная, по-моему. Летом в нашу погоду и летом шикарный вариант. Да, и вам они очень подходят. Супер. Обратите внимание, сейчас мы будем показывать вам супер детали от дизайнера. Анна, расскажите, как это все? Ой, красота не могла. Сейчас это супер модно. Это манжеты в оформлении. Это рубашечные манжеты-воротнички, которые также у нас. То есть можно вниз бахромой, можно вверх. Это уже насколько фантазии хватит. Как мы хотим. Единственное, что вот это мы должны как бы с этой стороны. Я просто хочу показать, так как мы этот манжет развернули вниз, естественно, он поменялся местами. Так, по правилу, это должно быть вот так. И пуговка будет здесь. Потому что застегивается в стиле запонки. Это обязательно элемент. Также воротничок. Мы можем их варьировать. Мы можем одевать только воротничок или только манжеты. Вы можете одевать это на голое тело. Можете одевать это с рубашками, с расстегнутыми манжетами рубашек на голое тело внизу. Это аксессуар. Как браслеты, как украшения, так же как цепочки, как колье. То есть каждый найдет себе применение. Я надеваю с корсетом. Корсет и одевать. Это будет очень варно. А если мы еще бросим красивую жемчуг сюда, это будет просто Шанель. Тип именно тех годов, в которые мы привыкли думать о Габриэле. Ой, супер, восхищена. Все комплекты выполнены в единственном экземпляре. Поэтому вы никогда не будете ни с кем одинаковы. Потому что я каждый раз продумываю по разному детали. Я, естественно, делаю только один экземпляр. Ребята, разнообразить гардероб это обязательный элемент. Я считаю, для того, чтобы подчеркнуть свою уникальность и индивидуальность. Это однозначно. Ну что, это обычное пальто, шерстяное, комбинированное со стежкой. Ну уж необычное пальто, необычное, я бы сказала, пальто. Но оно необычное, потому что оно здесь с деталями. Да. А так это обычное пальто, которое мы можем употреблять каждый день. Просто его по-разному обыгрывать. Естественно, кто-то предпочитает больше стежку и нравится стежка. И с комбинацией со стежкой мы превращаем это пальто именно в casual стиль. А что за материал-то? Это шерсть. Принц Шанель итальянский. Плетение итальянское. И стежка. Стежка у нас двухсторонняя. То есть они делаются с одной и с другой стороны в контрасте. Здесь подобрана зеленая, Тиффани и черная. Достаточно теплая. По погоде сейчас, например, весна такая у нас затяжная, скажем так. И очень комфортная. Очень комфортная, теплая и в то же время нарядная. Да, и очень нарядная. Такая морская волна в Петербурге. Если вы хотите себе создать образ не совсем формальный, вечерний, вы, как истинная итальянка, возьмете что-то одно из вечерней. Вот на коллекте здесь это играют брюки-палаццо, которые исполнены из расшитой сетки, палетки. И добавите его легким жакетом. Этот жакет в стиле бомбера с укороченным воротником, манжетом. И детали это комбинированная. Это комбинированная шерсть. Сзади у нас вставлена полностью спинка из жаккарда. И дополнение это сетка, расшитая в треди с эко-кожей. То есть вы создадите себе не совсем формальный стиль вечернего комплекта, который вы можете одеть не только в театр, а также вы можете выйти в ресторан, на аперитив, на какие-нибудь мероприятия. То есть и в пир, и в мир, и в добрые люди. А если вы еще замените нежненький свитерочек рубашкой смокинга в стиле смокинга, вы создадите просто шикарный комплект. Ну что, мы подходим к такому очень спокойному, но в то же время оригинальному платье из Шанели. Шанель квит. Немножко вот оформление необычное. И на кармашках, и спереди. Здесь создавая диагональ, естественно, чтобы силуэт был очень легким. Это трапециевидное платье идет. И вы также можете его обыграть, если кто-то любит многослойность. Естественно, можем добавить брюки, сигареты. Они могут любого быть цвета, который присутствует в этом твиде. То есть не обязательно делать монохромность. Здесь будет очень красиво играть именно цветовая гамма в контрасте. Повернемся. Спинка. Все, а силуэт это должно лежать легко. Плечевая зона очень хорошо подчеркнута рукавом реглан. Как тебе, Наташа? Не очень, да. Анечка, что это за такое разноцветие у вас здесь? Ну, это, скажем так, это витаминный коктейль, который сейчас предлагают все дизайнеры, чтобы мы были яркие. И после пандемии мы должны войти в лето в ярких принтах. Естественно, это шелковые рубашки на лето. Это могут быть с поясом. Их можно одевать. Но пояс, он кожаный, я так поняла. Это кожа. Пояс кожаный. Все кожа специально сделана. Все альта-мода. Такой морской тема. Морской стиль, потому что это тематика морская, но и еще и летняя. То есть мы рассматриваем различные принты, чтобы вы можете сочетать, кто как больше выбирает. То есть платье на запах всеми любимое женщинами. Это создает не только женственность, воздушность, но дает образу очень пикантную сексуальность. Также вот такие вот летящие платья, которые одеваются как туника на красивые у нас купальники. Также, если мы оденем под нее любого цвета комбинацию, вы создадите легкость внутри, но также оно не будет прозрачно. Вы можете спокойно в нем пойти в ресторан и на прогулку. Да, променад. Естественно, и вы не будете транспарант показывать. Также мы рассматриваем в других материалах. То есть это все шелка, они просто разные. Невесомый шелк. Сделайте нам летящий такой. Такие вот рукава. О, какая прелесть. Какая прелесть. Можно мы еще посмотрим? Давай, такой прозрачный. Здесь очень красивый пластрон сделан, который весь расшит. Как делают на рубашке. Также в стиле романтик, кто любит более собранный образ, собранное платье, но с пикантными вырезами, которые ни в коем случае не дают ни вульгарности, ничего. С разрезами. Естественно, все это на подкладе. Конечно. И сзади вот красивый у нас воротник получается. Это спинка, да? Да, это стойка вместе с шарфом. Вы его можете по-разному обыграть. То есть кто как. Да, очень красиво. Ясно. Это очень. Также мы рассматриваем платья, романтические платья, как все уже очень их любят. Ну вот цветы сейчас будут просто актуальными, да? Все лето. Цветочный принт, он продолжает быть уже третий сезон, и он и будет и в следующем сезоне. Уже дизайнеры, кто идет на лето, будет принт цветочный, кроме всех остальных. Естественно, это будет нежное, красивое декольте с шикарной красивой спиной, но ни в коем случае это не будет сильно раскрыто и бульгарно. Мы его можем обыграть как красивый шарф летящий, или также мы можем повязать поясом. На волосы будет красиво. На волосы здесь обыграть можно как мы хотим. Также прекрасные разрезы с двух сторон, которые дают еще более воздушное. А поднимите вот так, чтобы было видно, ну, растяните. Это полусолнце, я так поняла. Это да, это полусолнце. Роскошные цветы, конечно. Да, именно такой пастель, который очень идет не только блондинкам, брюнеткам и режем, он идет всем. То есть вот эта цветовая гамма, она идет всем. Вот это уже более яркое плаццо. К нему относятся не все так быстро, хорошо. Это выборочно. Но когда его одевают, они, никто не хочет из него выходить. Мы сейчас попробуем. Это перед, да? Это перед, да. Это идет на талии. Высокая талия, естественно, это подчеркивается ваше прекрасное положение груди, трапировка. Но это именно бонтон, о котором мы говорим. Рубашечная рука и красивая мягкая спинка. И слегка в трапециевидная юбка. С легким, с легким таким вот складочком. Очень красиво. Яркая коллекция, замечательная. Я считаю, что прекрасный выход из пандемии. Благодарю. Ну, мы, конечно же, хотели примерить эти роскошные платья. Ну, это платье просто, мне кажется, должно быть у каждой женщины в гардеробе. Без него женщина это не женщина. Здесь много элементов. То есть, дополнительный шарф-пояс, который мы можем употреблять по-разному. Обязательно он сделан двойным, потому что здесь двойной шелк. Мы играем именно деталями. Здесь прекрасно раскрытая спинка, которая создает силуэт шикарный. И, как правило, нежная, красивая юбка, дополненная с двух сторон разлезами, создает воздушность. И ваш образ, Вуаля, вы женственно, превосходно, красивая. Мне не оторваться. Вы такая утонченная в ней. Такая роскошь. Шелк летящий. И шляп. Да. У любой девушки должна быть вот такое замечательное, легкое, летящее платье. Мы тогда такие женственные, нам хочется держать спину. Правда? Потрясающе. Ну, вот такая летняя туника, которая также превращается в платье, если мы под нее оденем красивую платье. Комбинация. И она не будет настолько прозрачная. Но это изумительный вариант, если вы оденете прекрасный сплошной депальник и выйдете на море. И будете ходить по берегу. Представляете? Идете по берегу. Развивается ветер. Развивается такой, да, близ, и вы идете, плывете. Очень красиво, очень красиво. Это вещи, которые, знаете, должны быть в гардеробе у каждой женщины, которая очень любит себя. И делает женщину женщиной. К телу, наверное, принять не будет. Очень приятно. Ну, тут, да, очень легкий шелк, поэтому, конечно, к телу это супер вещь. Милые дамы, мы очень старались. Мы познакомили вас с чудесным дизайнером из Милана Анной. И вы смогли в этом убедиться. На улице идет снег. Но мы как могли призывали лето. Такими яркими принтами. Я стою босиком, но у нас прекрасное настроение. Надеюсь, что и у вас мы создали такое же прекрасное настроение. Все эти чудесные образы вы можете прийти, померить, посмотреть, порадоваться и даже купить кто-то лук на Майковского 11. Всего вам доброго! Всего доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова